нашу программу ну и вот мы обмениваемся мнениями сергея серебряковым по поводу того человек потерял работу что ему делать надо ли учиться не надо учиться продолжать искать работу или вообще переквалифицироваться вот я об этом говорил что учиться очень тяжело когда человек находится в стадии паники говорят у меня же денег нет учиться что мне делать я хочу вам задать вопрос а как оставить дела в соединенных штатах с работой то есть если такие проблемы там ну тут надо вернуться к тому наверное прежде чем ответить на этот вопрос да или нет есть естественно есть как во всем мире есть такие проблемы они везде есть но не тем более обострены тем более развитое общество если скажем мы возьмем какие-то африканские страны ну там нет таких перепадов больших развитое общество типа россии типа соединенных штатов там другие там европа там это все тем более обостряется потому что это все заметно и очень серьезно заметно но дело в том что не зря называют соединенные штаты страной возможности потому что если человек приезжает туда и не может устроиться по специальности он всегда можно найти работу всегда и везде вопрос заключается в том что ему хотелось бы естественно найти работу по специальности но это надо учитывать то что человек знает свое предназначение узнает свою специальность если он устроился по специальности которую он получил высшим учебного заведения это не всегда его предназначения и наступает момент когда я можно ничего не устраивает его не устраивает не окружение своих товарищей по работе не его руководители не его зарплата а время идет и возраст и здесь это очень и очень заметно здесь уже возрасте 40 лет как бы особенно осторожничают то есть здесь нужны 20 летние ребята 30 летние ребята уже 45 там скажем это можно сказать чуть ли не предел а что говорить о людях которые ну по-русски пенсионного возраста вот я как бы уже перешел тот рубеж пенсионный что ли по российским русским понятиям но здесь об этом даже никто и не думает и и близко потому что во первых возможности огромные есть и если конечно человек способен думать если он способен функционировать физически тогда проблем вообще никаких нет вопрос заключается в том какой отрасли и для меня если человек потерял работу это сигнал во первых то есть не бывает случайности не бывает о том что понятно кризис кризисом но человек должен понимать значит если кризис затронула его лично для этого есть какие-то причины и всегда надо быть к этому готовым вот я это собственно говоря на себе проверил и неоднократно просто я могу учиться я здесь учиться все на самом деле и это хорошо учиться вся наша жизнь это учение это чего-то постижение этого урок все проходим урок жизни поэтому я ну как бы вот руководитель центра сангейтс и сюда приходит очень много людей которые задают именно такие вопросы я с ними общаюсь и я знаю о том что ответы существуют но если говорить лично обо мне то я не понимаю почему нужно 4 года скажем учиться заплатить огромные деньги мы прошлых передачи обсуждали сколько это денег для того чтобы пойти на работу работником и сколько бы мы там не получали денег мы всегда будем получать примерно десятую часть того что получает наш работодатель employer по-английски а мы емплои и все предназначено одной цели здесь это выпустить армию работник вы сейчас говорите про америку да я говорю про соединенные штаты америки армию работник вот эта армия работников она будет работать на корпоративную америку corporate america называется чтобы создавать ну материальные ценности тут нет ничего плохого это все нормально но у кого-то ведь в голове есть какие-то другие планы то есть бизнесу как правило не обучают можно обучаться бизнесу но опять же это разные программы есть но как правило выпускать повторяю работников так вот лично я а работники что делают но они работают вот у меня там несколько статей есть на эту тему и цель работы их это примерно как копать пахать ковать я знаю вот ну выкопал большую ямку получил больше выкопал маленькую получил меньше та же самая идея но ведь если у кого-то есть способности они же могут по-другому делать то есть если я хочу только зарабатывать деньги так я лично для себя могу выбрать способ другой совсем я могу выбрать ну в частности еще раз просто порядок много у меня они есть варианты я для себя выбрал такое понятие которое называется стак маркет это то есть просто эта биржа и там я могу теоретически пока я говорю это всему надо учиться естественно это мы знаем но если я хочу получить какой-то кусочек денег я могу это получить используя совсем другие методы и в этом нет ничего зазорного из просто неправильное понимание что это такое и вот я тогда рассчитывая для себя я уделю одному предмету не массе предметов для того чтобы еще раз получить диплом для того чтобы пойти на работу для того чтобы получить свою зарплату для этого мне надо потратить повторяю много денег четыре года как минимум ну там еще там какие-то туда-сюда я посвящаю один год жизни условно говорю 20 тысяч долларов примеру на вот свое образование и все то же самое получая только в течение каких-то ну даже считанных часов то есть такие случаи бывали и их много они сейчас есть где за один час можно получить свою месячную зарплату но это не значит что прийти в казино и выиграть или в лотерею это абсолютно разные вещи я как в прошлом шахматисты не довольно неплохое я знаю это комбинация и мне надо очень и очень серьезно пахать работать для того чтобы все это рассчитать спросите у любого шахматиста серьезного шахматиста сколько времени он тратит на анализ партии на разработку своих вариантов в день и вы увидите что это гораздо больше часов чем человек приходит на работу 8 30 из 5 часов или когда там у него заканчивается рабочий день но там вот что-то такое делает как-то руками ну кто-то делает там головой там ученые вот но для чего вопрос для чего для своего образования тогда это не надо делать мы забываем о деньгах и занимаемся своим образованием на которой кстати тоже надо день поэтому вариантов много я их могу назвать ну как минимум прямо сейчас из головы как минимум четыре они готовлюсь к этому вопросу я просто говорю о таких вещах которые надо было бы знать надо было бы знать не потому что там скажем зарабатывать деньги нормальному человеку надо было бы знать ну к примеру ну мы все знаем что те люди которые ездят на машине водители они знают что надо заправлять машину бензином бензин зависит естественно от выработки нефти ойл то есть существует какие-то скажем там графики по которым я лично могу проанализировать я буквально несколько дней тому назад моей одной студентки мои ученицы я издал вопрос вот ты едешь по улице на своей машине и заправка ты будешь заправляться бензин у тебя хватает там еще на пару дней допустим она говорит ну почему нет если никого нету то я знал у нас никого нет на самом деле тут это не вопрос кто-то там есть всегда свободно почему нет я заправлюсь а я говорю ну а я не буду я подожду она говорит чего подождешь но я вижу бензин то идет вниз не нужно не знаю как в россии читал макаревича который пишет почему-то во всем мире если стоимость нефти падает то стоимость бензина падает он пишет я не в курсе он пишет у нас почему-то повышается поэтому но я как бы ориентируюсь не на каких-то там конкретных так называемых предпринимателей и так далее она реалистичную картину как оно должно быть то есть если я вижу о том что нефть падает то я предполагаю что бензин тоже естественно станет стоить меньше я тогда зная этот момент когда я поеду и там заправлюсь то есть я какие-то деньги сэкономлю на своей машине а что говорить про компанию где машин много про большегрузные машины что говорит где бензобак по-моему да по-русски а вот скажем у меня 20 чем-то галлонов на машину колон 375 литра то есть на такое вот количество литров или галлонов это только они неплохая экономия скажем так опять же все что надо сделать надо просто дождаться момента значит как это узнать для этого надо образование для этого надо то что вы совершенно правильно говорили для этого надо образовывать себя но это нормальная всегда была система без знаний человек никуда не пройдет он может без знаний идти и копать еще раз для этого здания как бы не нужны хотя тоже какой лопаты и опять же когда можно грунт прогрева там я знаю много факторов я говорю просто специально с другой так вот вопрос заключается в том знаем ли мы допустим вот то чем нам надо заниматься это конечно первое и вот вы как раз для этого в какой-то степени я тоже я все-таки нумерология занимаюсь мне очень легко определить но когда мы это знаем нам легче жить очень интересно это все говорите михаил хорошо вот давайте перейдем к такой практической теме в основном больше всего касается проблема заработка даже не молодых людей которые всегда могут найти себе работу если захотят а вот именно пенсионеров вот это вот интересно вот вот пенсионеры это такие люди пенсионеры бывают разные бывает уже и 50 пенсионеры допустим бывшие военные или какие-то люди которые служили на государственной службе летчики и так далее то есть очень много из ранних пенсионеров здесь в россии а также есть пенсионеры женщины и вот они находятся довольно таки в тяжелом положении потому что после того как они после того как они выходят на пенсию они совершенно не в состоянии понять как им дальше жить не то что зарабатывать вообще как жить даже не знает вот возникает вопрос а вот допустим простой человек допустим дядя ваня на пенсии вот у него вот он сидит получает там свои 100 200 долларов если говорить долларах на эту пенсию и у него с концы с концами свести не может сможет ли простой человек который совершенно не имеет экономического образования совершенно не имеет даже представления никаком там данном случае бирже и может ли он работать потому что возникает следующего парадигма сознания людей что биржа вот кстати я тоже так раньше думал биржа это такое место к это найти это может быть такие мозги такие золотые иметь какие-то там нужно хитросплетения какие-то пройти настолько все это страшно слова какие-то страшные непонятные то есть вообще хочу сказать что даже так те школы которые даются то что я слышал в россии там много чего непонятного то есть возникает впечатление что это не знание рынка и не способ заработка это какая-то знаете азартная игра в рулетку вот такое мнение у большинства людей поэтому не на мне про биржу ничего это слышать не хочу все это обман все это я просто потеряю деньги стопроцентно поэтому никаких даже свои последние 100 долларов я туда не положу вот это типичное мнение дядя вани вот вам вопрос как допустим я дядя вань зову вам вопрос могу ли я простой пенсионер получив допустим образование как элементарное образование по работе в этом в рынке могу ли я заработать и научиться этому всему ну если однозначно туда опять же это не для всех но для этого надо немного повернуть мозги если человек себя заранее настроил это по-английски дитер майнд то есть заранее запрограммированный ум о том что биржа это рулетка а и таких людей ну много очень много гораздо больше людей которые по другому думают то есть это заранее скажем так кто-то вложил в головы человека о том что биржа это именно так и проигрывать именно те которые так к этому относятся я вам сейчас приведу простой пример кассина казино знаете кто выигрывает вот я у многих спрашивал вопрос никто мне не отвечал кто выигрывает в казино какие слои населения скажем так в казино выигрывает чаще всего я вам не буду задавать этот вопрос я вам сразу скажу ответ в казино чаще всего выигрывают те самые пенсионеры почему я имею ввиду пенсионеры которые уже выходят на пенсии но американские будем говорить пенсионеры потому что русские пенсионеры это немножко по-другому опять же в основном но специфика проживание специфика работы и так далее почему давайте вам сразу отвечу не буду спрашивать тоже почему потому что тоже не отвечает это менталитет mentality человека чисто психология как он думает то есть он заработал себе американский будем говорить пенсионер он себе заработал на пенсию на все оставшиеся ему в жизни заработал скажем миллион долларов он себе и вот сколько ему осталось потому что на пенсию выходит ну официально как бы ну не знаю можно выйти на пенсию в шестьдесят пять официальный возраст но люди выходят почему-то в шестьдесят семь ну не будем сейчас даваться почему конкретно но так примерно то есть они отработали свой срок они получили полную пенсию они выплатили все свои суды и так далее и они приезжают в лас-вегас приезжают не знаю там после нью-йорка есть там с казино в любой казино они приезжают для того чтобы провести время это называется хеф фан то есть они приезжают туда не выиграть и а то есть имеется беду они не мне отвелитесь они не привязаны к деньгам они не боятся вот они выделять себе на свое вот этот фан выделяет себе там над 200 до долларов и вот не более 200 долларов они отложили они могут проиграть они зная зав著 они могут проиграть а выигрывали такие хорошо но если проиграет они не расстраиваются они себе заработали это право не расстраиваться и вот они приезжают туда и выигрывают Что происходит с человеком, который хочет выиграть? Человек, который хочет выиграть, он боится проиграть. Это вторая сторона его подсознания. А если он боится проиграть, он об этом думает. И это называется, у нас есть такая система, law of attraction, или закон притяжения. То есть подобное притягивает подобное. Очень рекомендую, я об этом говорил, есть такой Вадим Зеланд, российский писатель, он написал книгу «Транссерфинг». Рекомендую почитать «Транссерфинг реальность». То есть, когда человек боится чего-то, а мысли материальные, он это все уходит туда, в universe, вселенная, и она к нему возвращается проигрышем. Поэтому много факторов, прежде чем приступать к этому, это менталитет, сознание человека, который для чего-то хочет это делать. И ему ни в коем случае нельзя, и это часть, будем сказать, часть образования, ему ни в коем случае нельзя бояться. Вот если он этот вопрос решил, что сделать очень сложно, опять же, в медитации и так далее, можно, без сомнения, то тогда он половину уже, можно сказать, сделал. Вопрос заключается в другом, как, отвечая опять же на вас вопрос, этому научиться. Но это вопрос другой. Существует правило, этим правилам надо следовать, и как в любом образовании, ну, существует какая-то программа, вот как это все делать. Вот у меня есть студенты на самом деле, хотя, еще раз, это побочная сфера, то, чем я занимаюсь, которая мне помогает делать то, что я занимаюсь, центром, а это центр помощи, центр образования. То есть, это не бизнес, лично для меня, я уже был, я имел возможность побывать в бизнесе, и неплохо это как бы делал. Но сейчас, побывавши вот на востоке, там, где вы ездите, в одно и то же место, будем так говорить, начинаешь понимать, все-таки, в чем заключается свое предназначение. Поэтому это говорит о том, когда вы вот упомянули о том, что очень много людей, бизнесменов, которые много зарабатывают, они почему-то несчастливы. Трудно найти бизнесмена, который счастлив, миллионера и биллионера. У него цели-то уже нет, он уже себе заработал. Ну, что, заработать еще, но это не цель, аккумулировать эти миллионы или миллиарды, допустим. Но это вопрос другой. Короче говоря, ответ – да, можно. Ну, еще раз, мне легче определить человека, насколько он способен преуспеть в этом бизнесе с точки зрения даже нумерологии. То есть, есть, скажем, взять два, две категории людей, я имею в виду мужчин и женщин. Женщин, соотношение женщин тогда, когда я там около 20 лет начинал, мне просто было с точки зрения психологии интересно, что это, как это. Повторяю, я был неплохим шахматистом, мне просто было интересно. И для меня это как комбинация, смотреть на графики и предполагать, куда это идет, это интересно. Так вот, соотношение мужчин и женщин было 20 к 1, сейчас еще больше. Но те, которые все-таки там оставались, они практически все преуспевали. Знаете почему? Первое, ну вы знаете, первое у них интуиция, гораздо больше раз, чем у мужчин. Ну, есть исключения, понятно, но в целом. Второе, они по натуре не азартные люди, не гэбблер. То есть, они твердо стоящие на ногах люди, которые знают, что они хотят. Вот, мужики, они гэбблеры, если они у себя не перевернули что-то, тогда они занимаются азартными играми, и вот это не получится. Поэтому здесь совершенно четкая есть система, следуя которой, можно-таки, да, преуспеть. Причем я это как раз-таки показываю. Можно, да. Могу даже, вот если хотите, сейчас вам показать. Да, это очень интересно будет. Хорошо. Но все-таки, как мы уже поняли, конечно, это далеко от азартных игр, ничего общего с этим не имеет. Но требуется ли какого-то очень сложного, допустим, экономического образования? Что требуется для того, чтобы простому человеку разобраться во всем этом? В общем, было бы интересно. Можете показать пример? Ну, да, могу, конечно. Ну, во-первых, есть три вида, будем так говорить, подхода, как, скажем, к этому вообще хотя бы даже прикоснуться. То есть есть три вида анализа, я бы сказал, или фактора. Есть экономический анализ. Для этого надо, наверное, иметь образование экономическое какое-то и понимать, о чем идет речь. Есть технический анализ, то, что я представляю, я техникал аналист, допустим, вот. Я анализирую чарты или графики, и больше ничего. И считается, что туда все экономические новости уже включены. Они как раз-таки отражают все эти новости. Просто все же очень, опять же, все очень просто. То есть можно сказать будущее по бирже? Будущее предсказывать, там предсказывают. Ну, я имею в виду экономическое будущее. Ну, я бы сказал так, прогнозировать. Это как астрология. Астрология – это не предсказание. Астрология – это прогноз, это анализ. Поэтому, когда человек… Это самое, я сейчас буду анализировать, кто лучше, там, ну, в мое время, там, Каспаров или Карпов, там, или Ананта. Как можно это спрогнозировать? Кто лучше, как лучше? Можно предсказать, не предсказать, а прогнозировать, точнее, нельзя предсказывать, надо прогнозировать. Поэтому здесь можно прогнозировать. Вероятность этого прогноза высока. Ну, как метеорологи, мы уже говорили, говорят 90% вероятность дождя. Ну, 10% все-таки есть. То есть человек вышел на улицу, а я им не верю. Пошел, дождь не пошел. Но говорят, вот они все дурят нас, эти метеорологи, понимаешь? Они предсказывают, ничего не сбывается. Ну, ведь 10% есть, а с другой стороны, 90% вот, я им не поверил, дождь пошел. Ну, и так далее. Поэтому, скажем так, да, можно. И для меня, я как раз это и занимаюсь. Я вам сейчас попробую показать. Сейчас вы мне скажете, если вы видите это, да? Давайте я сейчас сделаю. Окей. Вы видите, да? Сейчас что-то изменилось, правильно? Сейчас я вам покажу один график, к примеру. Да. График видите? Да, видим график. Вот, смотрите. Значит, это график. СНП 500. Что такое СНП 500? СНП 500 это 500 крупнейших американских корпораций, которые как раз собой символизируют Соединенные Штаты Америки, экономику Соединенных Штатов. Вот, смотрите, как вы думаете, куда вот этот вот идет движение, движение вот этого графика, куда? Это вверх или вниз? Ну, судя по тому, что нарисовано, похоже, что вверх. Ну, конечно, похоже. Тут других вариантов быть не может. Естественно, похоже вверх. Оно не похоже, оно-то кидаю вверх. Причем это все продолжается довольно долго. Значит, а вот смотрите. Вот, скажем, я возьму всего лишь вот этот участочек отсюда. Вот видите мой курсор, да? Вот давайте я вам покажу. Вот этот участочек, да? Видите, да? Да, да, видим. Вот если я буду рассматривать только этот участочек, то тогда этот график идет вниз. Но все равно тренд, то, что называется, или направление, это вверх. Поэтому, естественно, мои предсказания, мы идем вверх. Но только лишь до какого-то момента. Вот я вам могу сказать, где наступает этот момент. Он наступает этот момент, если мы пойдем ниже вот этой линии. Вот пока мы не ниже этой линии, мы идем вверх. Как только мы пойдем ниже этой линии, я буду иметь таргет вниз. То есть, есть такое понятие, ну, опять же, мы будем называть это игрой, хотя это не игра, это работа. Игра на повышение, игра на понижение. Вот если я покупаю здесь, к примеру, да? И продаю здесь, то я зарабатываю огромное количество денег. Если мы сейчас опустимся ниже этой линии, то я буду играть на понижение. И я выиграю здесь. То есть, как это все рассчитать, и как к этому прийти, это вопрос другой, это то, что называется образование. Но я вам хочу сказать, что здесь существуют очень интересные вещи, и вы их знаете. Вот видите красные линии? Вертикальные линии. Сергей? Да, 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 мы видим. Вот линия, вот линия вертикальная, видите? Они на одинаковом расстоянии друг от друга. Не поверите. Сейчас я вам скажу что-то, что совершенно непонятно, не будет никому, и даже люди просто не поверят этому. Вот эти вот линии, это линии полнолуния. Полнолуния. Ну, на первый взгляд, какое имеет отношение полнолуния к стак-маркету или к бирже? Ну, никакого. А вот посмотрите, это я просто провел пять линий. Вот, это апрель, май, июнь, июль, и конец июля. Вот посмотрите, точка, после этого маркет пошел вниз. 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 Точка, после этого маркет пошел вверх. Речь идет о чем? Речь идет о каких-то переломных точках, Где, если мы знаем о чем идет речь, мы можем предположить, что тут будет изменение маркета и могу вам точно сказать, этого практически никто не знает. А если знает, то это большой-большой секрет. И не для маленькой такой копании, а для всех. Это очень большой секрет. Потому что если человек знает этот секрет, то дай ему работать, копать, если он только, конечно, не призвание его копать, а все-таки он хотел бы зарабатывать себе деньги, причем честным путем, это легальный способ, я вам хочу сказать, он может это сделать. Я вам могу показать сейчас, если я его найду, график. Вот сейчас вам будет интересно, мне кажется. Значит, график, дневной график, да? Или график месячный. То есть, вот такой вот один недельный, допустим. Вот. Вы знаете, что этот график себе представляет, Сергей? Я думаю, что смутно. Вы думаете, что смутно. Окей, вот здесь написано. Вот если вы видите, в левом верхнем углу написано RUB, что означает рубль. Русский рубль. По отношению к доллару. Это то, что называется валюта. Или в России это называют, и в Европе называют Форекс. Что самое интересное, спроси у человека, что такое Форекс. Он скажет, ну, в лучшем случае, это какой-то валютный рынок. Ну, валюта, на самом деле, означает currency на английском языке. А все-таки имя это называется Форекс. Почему Форекс? Форекс названы здесь Соединенных Штатов. И это состоит из двух слов. Foreign exchange. Foreign иностранный exchange. Это валюта как раз таки. Так вот. Ну, будем так говорить, иностранная валюта. Почему foreign, опять же? А потому что для американцев это foreign, потому что это то, что происходит в Европе. И поэтому Форекс не популярен в Америке, вообще не популярен. Он очень и очень популярен в России, в Европе, в странах СНГ и так далее. Очень популярен. И очень немногие знают, что такое equity, или, допустим, то, что я, там, индексы. Вот индексы, ну, это же мировой индекс. Все же ориентируются. Вот на сегодняшний день все-таки центр бизнеса находится в Соединенных Штатах. Оно меняется и изменится. Но пока да, пока так. Поэтому есть индекс Dow Jones. Это 30 довольно серьезных корпораций, которые еще там в начале 900-х годов был, так скажем, начался это все. Ну и другие индексы, S&P 500 и так далее, которые можно трейдить или, значит, торговать, что ли, да, по-русски это называется, на бирже. Вот. Ну, мы сейчас говорим об русском рубле по отношению к доллару. Причем, неважно, он может быть к доллару, он может быть к евро, он может быть к паунду британскому. Это не имеет значения. Но посмотрите. Вот я сейчас проведу линию. Допустим, да? Где совершенно, по-моему, понятно. Куда это идет? Резко вниз. Вы представляете, сколько он был и сколько он сейчас? И вот у меня здесь стоит стрелочка. Видите? И других вариантов практически нет. Потому что вероятность того, что он дойдет до этой цифры, до этой цифры, которая сейчас я сделаю поближе, допустим, да, график. Вот смотрите. Элементарную пропорцию составьте, и все. 0,01,57. А здесь 0,01,44. Вот даже если он пойдет сюда, соотношение, ну, скажем так, к доллару будет не 65 на сегодняшний день, насколько я вижу это, да, примерно. 1 доллар 65 рублей. Ну, это 1 доллар уже к 80 почти что будет приближаться, 70 там с чем-то, ну, примерно. Ну, я могу предположить, если мы дойдем до этого, до этого мы дойдем, что существует вероятность, что мы дойдем еще и до сюда. И тогда это будет 100 с лишним. Понимаете? Вот. Поэтому, как вам сказать, все можно предсказать. Вот, допустим, я вам другой график приведу. Ну, золото. Мы же все знаем золото. Вот. Я это нарисовал давно уже. Это, собственно, график. Я просто предположил, куда мы можем пойти. Я предположил, что если мы будем выше вот этой линии, вот где я сейчас отметил, вот выше этой линии, то мы пойдем выше. Вот разница между этой точкой и этой точкой, если пересчитать ее, да, всего, даже это, я же не говорю про нижнюю точку, а вот всего лишь этой точкой, где я написал, где можно было покупать. И вот эта точка, там, где мы сегодня, составляет, сейчас я вам скажу сколько, ну, где-то так, 3000 долларов на одном всего лишь контракте. Значит, вот одна такая вот, так скажем, палочка или бар, это 4 часа. Ну, вот здесь сколько там, собственно говоря, пару дней всего. Вот 3000 долларов, отсюда до сюда, да? А если 2 контракта, тогда 6, а 3 контракта 9. Ну, расскажите мне, зачем тогда мне идти копать, пахать или ковать? Михаил, это все интересно. Получается, да, что если рубль обесценивается, вот, какие-то даже быть причины этому всему? А причины... Экономические причины, сейчас нас не политически интересуют, а экономические причины. Ну, причины нет смысла анализировать, здесь много факторов на это, и вы знаете, я знаю. Ну, мы знаем, в каком периоде мы находимся, мы знаем о том, что наступает мини-сатия-юга. Прежде чем будет все хорошо, должно быть все, ну, как бы очень плохо. Это как война, считается, дальше уже никуда не пойдешь, вот, война уже все, вот, надо слить до конца, низа ямы. А дальше мы только будем восстанавливаться. Ну, вот все вот эти катаклизмы погодные и все остальные, и то, что люди теряют работу, и начинают задумываться о том, что, может быть, действительно им надо чем-то другим заниматься, оно как раз говорит о том, что сейчас что-то происходит. То есть, к этому всему надо быть готовым. Если мы хотим сохранить, а сегодня все-таки нас заботит наш сегодняшний день, как бы мы не переживали за планету и за все остальное, для многих из нас, то тогда, ну, давайте жить сегодняшним днем и заниматься то, чем сегодня нам, мы можем заниматься, и хотелось бы от этого получать какие-то результаты положительные, потому что все это отражается, и ведь и на здоровье. То есть, вот наш центр, это центр здоровья, но это центр в первую очередь знаний, потому что если есть знания, тогда происходит и здоровье. Я же могу элементарно, и вы можете объяснить. Если человек постоянно озабочен своим материальным положением, расскажите, как он может медитировать. Нет, ну, это понятно, конечно, вы до чего уже. Но когда, конечно, такие вот прогнозы, что, типа, рубль обваливается, обваливается, знаете, никакому счастью тут нас не приносят такие графики вот эти вот видеть. Поэтому возникает следующий вопрос. Возникает следующий вопрос. Вот хорошо, вот это все графики, это все понятно, но этому же надо обучаться. То есть, примерно, сколько это, допустим, нужно времени, так нужно же еще не просто обучиться работать за графиками или понимать какой-то ход рынка, нужно еще научиться работать как бы с самим компьютером, как это все входить. То есть, какие-то инструменты надо получить. То есть, я думаю, что без образования здесь вообще невозможно к этому подойти. И также я уверен, что это абсолютно не для всех людей. Это для людей тех, кто действительно обладает, не попросить такое слово, интеллектом. Потому что требуется действительно очень много деталей, то есть, знания экономики, знания самой биржи, знания то, что вы сейчас говорили, как с этим всем работать. Плюс еще нужно уметь управлять своими чувствами, управлять еще как бы ситуацией, которая вокруг тебя. В общем, хочу сказать, что если опираться на... У нас такая, вы видите, немножко с духовным клоном тематика идет у нас тоже. Если выражаться языком, допустим, физическим языком, то это получается деятельность браманическая, то есть интеллектуальная. Браманы в санскрите переводят как интеллектуал. Поэтому я думаю, что это все-таки эта работа больше предназначена не для того, кто копает. Эта работа предназначена для тех, кто интеллектуален. Как вы думаете, Михаил? Вы правы. Но я знаю людей, которые... Ведь браманами не рождаются все-таки. У нас есть очень много в литературе, в ветах есть очень много. Он браман, потому что он родил семья брамана. Есть такая притча, когда царь послал своего сына, и тот пришел и выяснил, что он совсем не такой браман, как он себя считал. Ему это доказал человек, который не был браманом, кстати. Поэтому в первую очередь это для тех людей, которые что-то хотят у себя изменить в своей жизни. И если они приходят и увидят, что это не для них, и что это не гэмбл, это не азартная игра, а это действительно работа, то тогда преуспеть в это можно. Вопрос для меня, вообще-то говоря, другой. Для чего? Всегда надо задавать себе вопрос, для чего мы чем-то занимаемся. Лично для меня это не средство зарабатывания денег. Я уже их зарабатывал, потом почему-то открыл центр, и почему-то я занимаюсь, ну скажем, той деятельностью, которую вы занимаетесь. И я бросил, кстати, вот эту вот биржу с занятиями. Я ушел, у меня было чат-румс, там где было по 100 с лишним человек, причем русских там не было вообще, кстати, русскоязычных, я имею в виду. Там были только американцы или из других стран англоязычные. И у меня были дни, когда за один день меня посещало по полторы тысячи там человек, которые в мои графики на моем веб-сайт заходили. Потом я это бросил, потому что я решил открыть вот этот центр. Но это финансовая независимость, то есть материальное обеспечение, деньги, иными словами, это финансовая независимость для чего-то большего. Не знаю, как ведут себя миллионеры и миллиардеры в России. Я зато знаю и читаю, как ведут себя такие люди в Соединенных Штатах. Они очень и очень понимают хорошо, что такое благотворительность. И они очень немного денег дают на благотворительность. Очень много. Кстати, я хочу вот немножко вас перебить. Сколько я знаю, ваш родной брат является таким миллионером. И сколько я лично был с ним знаком, и он занимается очень много благотворительностью. В последнее время только делаешь благотворительность. Человек очень состоятельный. Вот ваш родной брат, просто вам, наверное, за ваши скромности не хотел сказать, но Михаил действительно имеет такого брата, и он занимается такими проектами. Вот у него брать Future International, это проекты для детей. Также есть проекты, связанные с духовными различными направлениями. То есть вот, пожалуйста, такие люди в Соединенных Штатах, которые действительно мультимиллионеры, очень богатые, это не те люди, как вот нам рисовали в свое время, во времена Холодной войны, что они сидят сигарами, пьют кофе, наслаждаются жизнью, там рабы у них под ногами работают. Я сам лично видел офис его, приходил к нему в гости, и видел, что там постоянно идет какой-то процесс, постоянно идут какие-то фестивали, праздники для детей. Очень много благотворительных проектов. Это абсолютная правда, и я лично могу это подтвердить, потому что видел своими глазами, и встречался с его друзьями, знакомыми, с такими богатыми людьми. Но хочу сказать, Михаил, что в России тоже есть такие люди, и сейчас я тоже таких знаю, которые очень состоятельные, богатые, они тоже занимаются благотворительностью. Сейчас уже, слава Богу, начинает появляться все больше и больше понимания этих вещей, что лично меня очень радует. Меня тоже. Если говорить уже про моего брата, пару недель тому назад он приехал из персонального дворца, Далай-Ламы, из Гималаев, который Далай-Лама его персонально пригласил, вот его женой, пригласил посетить его резиденцию в Гималаев, ну, где он с ним провел время. Ну, я не знаю детали. После чего они полетели в Лос-Анджелес. Ну, то есть это показатель того, что действительно это не бизнес. Бизнес был, благодаря этому бизнесу он получил, так сказать, свое. А вот вопрос, то, что я сказал, вопрос заключается в том, а что дальше? Куда результаты труда пойдут? Если на меня лично, знаете, раковая клетка, она работает сама на себя. Если человек этого не поймет, если он ее не изолирует каким-то образом, организм погибнет. Поэтому работа на самого себя очень опасна. Кармически и вообще. Вы это как раз-таки в своих лекциях и в своих воркшапах об этом говорите. И это правильно. Я очень рекомендую почитать нашим радиослушателям. Есть такая книга, очень интересная книга. Огмандина, такой автор. Она бестседер. И она называется, одна из книг его, называется самая популярная The Best Seller in the World или лучший продавец в мире. Где, как человек дошел до такой жизни? Как он стал лучшим продавцом в мире? Чем он руководствовался? Какими принципами он руководствовался? Вы помните, когда в те времена, в медические времена, рекомендовалось результаты своего труда в виде материального вознаграждения, сколько процент предписывалось, как бы, рекомендовалось отдавать? Какой процент? Кто сегодня о таком проценте думает? Кто думает, даже о десятой доле такого процента кому-то отдать? Отдать это... Какие проценты? Мы даже на себя отдать не можем, даже на какие-то свои элементарные потребности, даже на здоровье. Вы абсолютно правы, что жадность – это совершенно противоположная вещь бизнесу. Есть такие писания, которые называются артха-шастра, то есть, где описывается идея процветания. И там подробно описывают, как это и качество, бездуховное качество, приводит к тому, что человек, как вы говорите, работает на самого себя и в конечном итоге сам себя жирает. Это абсолютно точно. И вот сейчас, к сожалению, очень много есть случаев, когда люди зарабатывали чего-то, достигали чего-то, и потом они сидят в депрессии, и не знают, что им делать и так далее. Поэтому деньги дают очень большие возможности человеку самому жить хорошо, в первую очередь. Его семье хорошо жить, и ничего там плохого нет. Наоборот, так надо стремиться. Также можно организовать очень много благих дел вокруг себя. Вот, например, вашего брата, за что я его очень уважаю и ценю. И, пользуясь такой возможностью, хочу ему передать мои поклоны, что продолжает это все делать. Вот, пожалуйста, это классический пример того, что человек он не теряет, он живет спокойно, он уйдет в свое удовольствие, помогает окружающим людям. Вот, кстати, это, может быть, он и не знает, и особо не интересуется какими-то ведами, и какими-то древними историческими текстами, писаниями, но он живет по этому принципам. Я очень много таких людей знаю, они, может, не знают деталей писания, но они живут по таким принципам. И, что самое интересное, живя по таким принципам, они достигают действительно очень больших результатов в своей жизни, не только материально, но еще духовно. Поэтому я хочу еще такой вопрос вам последний задать, Михаил. Все-таки я живу в России, и мои слушатели тоже живут в России, и действительно очень печально иногда смотреть, как многие люди страдают от отсутствия элементарных там заработков, даже лекарства себе купить не могут и так далее. И все-таки такой вот вам конечный вопрос. Вот ваша школа, ваша программа, цель которой была дать возможность именно простым людям научиться хоть, я не буду там миллионы, миллиарды, но хоть какой-то элементарный простой заработок, то есть обязательно там все терять. То есть сколько на этот тренд понадобится времени, сколько требуется на образование ресурсов, то есть и когда вы планируете это все открывать. Я вот почему это хочу спросить, потому что скоро у нас начнется осень, и я думаю, что многие люди заинтересуются. Вот такой вопрос, то есть как вы планируете эту школу вести, в каком стиле она будет проходить? Ну, начнем с того, что школа существует. Совсем недавно я опять решил вернуться, но вернуться лишь для того, чтобы это не отдельное какое-то направление, во-первых. Это, повторяю, это не азартная игра, это действительно работа, и эта работа по-другому, она себя окупает, я могу еще раз повторяю, назвать это не для всех, я могу назвать вот просто прямо сейчас там еще как минимум три варианта, как можно по-другому зарабатывать, я имею в виду естественно легальные пути, деньги. Этот один из вариантов. Значит, я могу сказать, что я, ну, скажем, на стахмаркете, да, или на бирже, ну, примерно в сумме, наверное, около 20 лет уже. И это действительно очень тяжело. Я брал неимоверное количество всяких там воркшапах, и я просто на своей, так так говорится, шкуре, я шел вслепую, но я знаю варианты, я проходил, пока не находил нужных людей. Вот, пока я не нашел нужного человека, и вот это была последняя программа с моим багажом, уже так, серьезным, я подошел к этой последней программе, это было около 10 лет назад, я ее взял, она для меня стоила очень дорого, для многих она дорогая, эта программа, но ведь она себя окупает, без сомнения, она меня окупила уже, ну, за несколько месяцев, программа, но ведь это знание остается со мной и по сей день, то есть по моим представлениям, вот у меня сейчас есть сколько человек, 10, наверное, студентов, есть, вот сейчас у меня идет класс, 4 человека ко мне приходят, вот вчера было занятие, сейчас одна там, просто не смогла прийти, женщина, она сегодня приходит, могу вам сказать, по возрасту она старше меня, то есть возрастные показатели здесь отсутствуют, если человек еще в трезвой памяти, конечно, и способен, в общем-то, думать нормально, адекватно, и понимает вообще, о чем идет речь, то вполне можно научиться, нет вопросов, я абсолютно точно знаю, что этому можно научиться любому человеку, для этого, конечно, надо ему работать и повернуть немножко свое понимание того, чего я ему объясняю, я знаю о чем, стак-маркет это не просто технические какие-то показатели, там этого все очень много, но для меня эта школа, это мой личный жизненный опыт, и все мои наработки, я всеми делюсь, что самое интересное, это не теория, еще Аркадий Ракин говорил, придя на производство, вам надо забыть тому, чему вас учили в институте, это небо и земля, то, что, скажем, я объясняю, я объясняю в реальное время, то есть, это интересно для, даже я бы сказал, на аудиторию, которая находится на вашей территории, почему, разница во времени, если я это показываю, мы начинаем, ну не знаю, в 11 утра, то у вас на 7 часов вечера получается, а у нас в 11 утра разгар маркета, разгар биржи, то есть, любой человек видит в реальное время, как это все двигается, и в реальное время я делаю трейды и показываю, как, то есть, были моменты, я не буду цифры называть, они довольно серьезные цифры, когда еще до открытия маркета, потому что есть такое понятие, как экономические репорты, и они выходят, ну утром обычно, в 7.30 утра, а в 8.30 по нашему чикавскому времени открывается биржа, Нью-Йоркская биржа открывается, и вот за час до открытия биржи, скажем, я свою месячную зарплату уже сделал, если бы я захотел вот такую иметь зарплату, я бы сделал, какую бы я захотел, столько я бы сделал, это все, так сказать, регулируется, поэтому, значит, это первое все реально, сколько времени, ну по моим расчетам, по моей программе, это занимает ну примерно 4 месяца, у меня правда нету окончания, потому что если мне человек звонит после уже окончания и задает какие-то вопросы или говорит, я хочу тебя там что-то такое там еще спросить, чтобы ты мне помог, у меня с этим нет никаких проблем, хотя формально человек как бы закончил, то есть они все эти люди, которые закончили, они все мои друзья, они все мои, так будем называть, партнерами, в бирже и моя цель найти человека, который бы мне помогал, один человек не имеет права заниматься, вы это знаете лучше, чем я, моя планета самая сильная, это она, я не могу сидеть на всех столях и пользоваться всеми планетами, если я гуру, так это Юпитер, но тогда это уже не Меркурий, извините, я себя раскручивать не должен, это кто-то должен делать другое, несмотря на то, что я умею, допустим, но я не хочу, я могу давать консультации, но мне легче, это ваше предназначение, чтобы сказать, дорогой мой, вот есть совершенно замечательный человек, который вам все абсолютно четко расскажет, это Сергей Серебряков, поэтому, даже если я могу, но как в том не очень приличном анекдоте, а папа не мог, мог, но быт лучше, поэтому, так скажем, я могу, но выучить, вот, поэтому программа, ну, еще раз будем считать, в среднем 4 месяца, примерно, занятия раз в неделю, вот, это прототип той школы, которую, кстати, мы с вами хотим создать, это школа образовательная, и этот элемент, обучение, или как правильно думать, или чем правильно заниматься, это и есть, прототип той школы, один из, скажем, предметов этой школы, поэтому, это мне кажется, очень хорошо, так что, пожалуйста, как это технически сделать, ну, вот я вам сейчас показал, мой, мой графики, да, на моем компьютере, то есть, любой человек, который подсоединяется, то же самое увидит, вот у нас разброс, возможно, по интернету, ну, естественно, по интернету, мы же на разных территориях, более того, у нас разброс, Чикаго, довольно большой, ну, наверное, как и в Москве, и у нас есть люди, туда ехать только 40 минут, мне на машине, это без трафика, допустим, там живут, там литовская община, и вот они там, на юге живут, и у меня, мой студент, он сюда приезжал, и он взял свой курс, потом мне позвонил, говорит, ну, вот не получается, давайте мы с вами, Майкл, проведем еще несколько занятий, мы с ним провели занятия, но он ко мне уже не приезжал, я это на интернете делал, вот я, share screen, или показал свой, да, экран, вот, я вам показываю экран, и я показываю, вот тут, 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 вот, расчерчиваю все, все графики, все то же самое, абсолютно, теоретически, еще раз повторяю, можно потом приехать куда-то там, скажем, и сделать какой-то там, не знаю, воркшап, сделать какой-то там семинар, куда приехать, ну, не важно, это не имеет значения, в Мексику приехать, у вас, по-моему, безвизовый туда проезд, ну, или в Индию, не имеет значения, на самом деле, но вот так я это вижу, на самом деле она есть уже, просто я еще нигде это, как бы не афишировал, потому что, ну, очень много работы и без этого, то есть это не мой приоритет. Я хочу вот еще немножко сказать, что это программа, которую сейчас запланировали по изучению маркета, это программа для людей, которые хотят действительно как-то найти альтернативные способы заработка, и основная все-таки деятельность это сам Дейтс, это продвижение духовных и других культурных ценностей, и это проект, долго мы об этом думали, обсуждали, и что действительно люди спрашивают, есть опыт, и кому-то это будет очень полезно и пригодится, потому что меня очень сильно лично беспокоит материальное положение, особенно людей на пенсионном возрасте, я думаю, что для них это будет очень интересно. Я думаю, что мы продолжим в будущем еще эту тему и будем говорить не только о технической стороне этого вопроса, но также еще и о моральной стороне, и о духовных вещах, то есть о том, как развиваться, как говорится, в бизнесе. Вообще я заметил, что сейчас в бизнесе не хватает культуры, самой культуры, то есть бизнес и культура это вещи, которые сейчас почему-то думают, что это несовместимо, на самом деле, очень даже совместимые, вот эти все хищнические такие методы зарабатывания денег, потом приводящие к войнам, к разборкам и к каким-то тяжелым последствиям, начиная от международных и заканчивая семейными трудностями. То есть основная задача этого проекта все-таки это процветание, то есть научить человека зарабатывать деньги на бирже, в данном случае, потому что это очень удобный инструмент, действительно удобный инструмент, где вы можете получить свободу, где вы можете сидеть, допустим, в любой стране, где хотите, и только научиться пользоваться компьютером, и я лично знаю таких людей, которые уже работают так и довольно хорошо существуют. Ну и конечная цель этого проекта все-таки это просвещение людей и дать возможность им как-то обогатить свой уровень сознания. Спасибо, Михаил, было нам очень все интересно. Спасибо. Спасибо вам, Сергей. Я еще хочу добавить немного, опять же, касательно территории России и стран СНГ. действительно популярно, и вот я сейчас впервые за 20 лет я сейчас стал заниматься Форексом с точки зрения того, что я изучил, вообще-то говоря, по бирже, по стак-маркету, технического анализа я имею в виду. Я вам хочу сказать, что именно конкретно в Форексе вероятность потерь можно настолько минимизировать, что даже можно не считать. То есть не надо тысячи, две тысячи в день, какие случаи были у меня в день. Значит, можно получать меньше, но сохранить степень риска на минимальном уровне, потому что именно Форекс дает такую возможность. То, что делаю я, это достаточно рискованно. И для этого надо иметь серьезные средства. Конечно, левередж или получение, скажем, прибыли, оно значительно выше, но и риск значительно выше. Поэтому здесь есть вот этот элемент очень интересный. И у меня есть помощники, которые, вот, тоже преподаватели школы, которые, ну, как бы, более детально это делают, англоговорящие. Ну, вопрос не в языке, это не важно, это все решаемо. Ну, и мы хотели еще, я просто хочу сказать, дорогие радиослушатели, я заканчиваю эту программу уже, я хочу сказать, что у нас с Сергеем есть, вот, точно дата не определена, но у нас есть более детальная, скажем так, презентация вот этой школы по бирже, где мы уже конкретно будем приглашать людей, которые хотели бы ознакомиться. Это бесплатно будет, естественно. Вот. И вы все можете увидеть и воочию, так скажем, и сами поучаствовать в этом. Это будет, в общем-то, живой эфир, да? И это будет, ну, где-то в начале сентября, правильно? Да, это будет сентябрь, осень. В сентябре, когда, ну, у нас не так едут в отпуска на месяц, но тем не менее, многие с детьми тоже уезжают, и где-то вот примерно к середине сентября уже возвращаются, в основном все. Поэтому, конечно, с нашей стороны тоже будут люди, и можно, особенно интернет, мы можем все в этом деле поучаствовать, об этом будет объявлено дополнительно, вот, следите за нашими рассылками. Вот. Здесь у нас написано SunGate Radio, телефоны есть на сайтах, не буду их сейчас называть, SunGate Center .com, SunGate Radio .com, это только на русском, кстати. И там есть плеер, там можно слушать все наши программы с Сергеем в реальное время, в реальном эфире. Ну и Facebook Центр Пурана и Центр SunGate. Пожалуйста, дорогие друзья, приходите, задавайте вопросы, комментируйте, что нравится, что не нравится. Ну, до новых встреч, Сергей. Спасибо вам большое. До новых встреч. Да, и всех удач, всем, дорогие друзья, всем доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok